В апреле прошлого года на этом же месте я с вами поделился приятным событием для меня и моей семьи, а именно покупка квартиры вот в этом доме. Ранее я проживал в нем же, у меня была однокомнатная квартира, я ее продал с целью расшириться и купил здесь же двушку. Двушка 52 квадратных метра плюс балкон. Ну и конечно же насчет раз-два-три. День воскресный, день чудесный. С вами я Дмитрий Беляна-Машков и я рад вас приветствовать на канале. Всем желаю хорошего продуктивного дня и солнечного настроения. А сегодня будем ломать мою квартиру. Я ломаю хату У, я ломаю хату У, потому что делаю капитальный ремонт. Зачем, почему? Кратко рассказываю. Изначально, как любой мальчишка, парень, пацан, мужик, я хотел себе крутую тачку. У всех такая бывает мысль в голове, что вот, нужно, нужно купить себе крутой автомобиль. Но потом, в силу того, что я женат, у меня есть ребенок, которому два года, я понял, что нужно не тачку, а нужно сделать себе красивую, уютную квартиру. Именно поэтому я задумался о капитальном ремонте. Многие, кто смотрели сюжеты про квартиру, писали, а зачем здесь вообще делать ремонт, ведь по кадрам там довольно-таки все круто, красиво, уютно. Но нет, друзья, есть минусы, которые я заметил за год. Отвечу на ряд ваших вопросов, потому что все те, кто подписан на телеграм-канал, уже знают, о чем пойдет речь. И там мне люди писали, давали советы, мол, ты дурак, зачем ты делаешь капитальный ремонт, когда правильнее расшириться и купить квартиру еще больше, купить квартиру в новостройке. Вот обо всем этом по порядку я вам сегодня расскажу. Плюс ко всему мы обязательно зайдем на квартиру, ведь там уже начался демонтаж. Дом проперданный, дом старый, и это имеет место быть. Свои косяки у вторичного фонда, они есть. Но меня удивил тот комментарий, который мне чаще всего начали писать люди, когда я сказал, что буду делать капитальный ремонт. Они говорят, а зачем тебе делать капитальный ремонт, когда лучше расшириться, купить квартиру больше и уже жить на постоянке там. Друзья, значит рассказываю, квартиру, которую я купил за 11 миллионов, сегодня я теоретически могу продать примерно за 14 миллионов рублей. Двухкомнатные квартиры торгуются по 12 500 в моем доме, но они площадью 45 квадратов. Буквально на днях была квартира точно такая же, как у меня, по цене 14 миллионов 500 тысяч рублей. Сейчас ее в продаже нет. Вопрос, сняли или продали? Но, если покупать что-то большее, это трехкомнатная квартира, я вам открываю карту для того, чтобы вы просто вживую видели эти цифры. А вот смотрите, какая деталь хорошая. Со стороны всегда же виднее. Вот можно открыть карту и сказать, ну Димка, ты что дурачок, вот же смотри, трешка у тебя под носом за 14 миллионов рублей. Продай свою, расширься. Но стоит открыть это объявление и сразу становится понятно, что хрень эта полная. Точно так же нужно делать капитальный ремонт. Раз. Планировка неудачная. Два. Кухня маленькая. Три. Комнатки все маленькие. Балкончик маленький. Итого расширился на плюс аж целых 8 квадратов. А стоит открыть квартирочку в 98 квадратов, что действительно уже масштабно по площади. И что мы видим? Во-первых, 27 миллионов рублей за нее хотят. Во-вторых, она точно так же без ремонта. И вы подумайте, сколько нужно будет денег в 98 квадратов для того, чтобы сделать ремонт под себя. И вот так можно до бесконечности. Мне писали, зачем тебе вторичка? Ведь полным-полно строится новостроек, покупай себе в новострое. Друзья, вы не забывайте о том, что мы с регулярной периодичностью ездим по этим новостройкам и показываем, как там люди живут. Те беды и хлопоты, которые им доставляет новострой, мне хорошо известны. Рядышком построился новый дом. Вот он на ваших экранах. Обычно же, как говорят, в новых домах совсем другой контингент. Но дом, например, вот этот построен по программе реновации. Туда перейдут в первую очередь все те, кто жил в пятиэтажках. Но тут продаются квартиры. Большей площадью, с подземным паркингом. Сходил, посмотрел дом вживую. Дворик узенький. Чтобы у тебя была хорошая квартира, нужно хорошенечко постараться найти на продажу. Вот в этой башне самой высокой. Чтобы вид был на город и на парк. В противном случае, будешь сидеть смотреть окно в окно. Так еще интереснее то, что частники, у них свои тараканы в голове. Вот эту квартиру, которую вы сейчас видите, изначально человек пытался продать за 23 миллиона рублей. Сейчас 18 300. У кто-то выставляет двушку за те же самые 17 500. Ремонт от застройщика это всегда все самое дешевое. Для тех, кто переезжает с пятиэтажки, кому дают квартиру. Ну, наверное, это круто, потому что условия у людей были еще хуже. Но я хочу сделать квартиру под себя. Со своим дизайном, со своим ремонтом. Поэтому ее тоже придется переделывать. При этом, если задать мне вопрос, ну и чего бы, ты бы не хотел переехать на настройку? Конечно, хотел бы переехать туда, где уже все обжито. Где уже есть тот обещанный детский сад, школа, инфраструктура, которые застройщик изначально рисует нам на рекламных буклетах. Такие новостройки есть. Но ценник там еще выше. Соответственно, ответ простой. Денег нет. Деньги были, деньги будут. Сейчас денег нет на то, чтобы доплатить 10, 15, 20 миллионов рублей, для того, чтобы расшириться и жить в более комфортабельных условиях. Была бы такая возможность, естественно, я с превеликим удовольствием переехал. Поэтому, когда вы даете советы и серии, да что ты, это сказать легко. Некоторые думают, что я съездил в Татарстан, мне дали миллион. Я сходил туда, прорекламировал, мне дали 500 тысяч. Друзья, если бы платили ровно столько, сколько вы думаете, то да, конечно, я бы уже давным-давно переехал бы. Но цены на размещение рекламы у меня в блоге более чем демократичные. Друзья, кто из вас будет спорить, что с каждым годом востребованность в компьютерах только растет? Кому-то для игр, многим для работы, многим уже для учебы. Различные конференции, зумы, школьники уже пользуются в открытую компьютерами. И вот здесь встает ключевой вопрос, а какой компьютер нужен именно вам? Заходишь в магазин и можно увидеть цены, просто за голову хватаешься. В тот же момент есть очень дешевое. Но если ты не разбираешься, тебе в любом случае нужна помощь профессионалов. И именно они спешат к вам на помощь в виде компании Alex PC. Команда Alex PC это команда молодых специалистов, которые под заказ готовы собрать вам компьютер как из новых комплектующих, так и для достижения наиболее выгодной цены из БУ комплектующих. И самое главное, собрать его под ваши потребности. Вы хотите играть. Что вам для этого нужно, ребята вам сами скажут. Вы хотите только учиться и работать. Точно так же специалисты вас проконсультируют. Ребята отмечают, что сборка нового компьютера у них обходится дешевле, чем в известной сетке ДНС. При этом они точно так же готовы давать гарантию на все те компьютеры, которые собирают. И вот прямо сейчас на экране всплывает номер, по которому вы можете позвонить, написать в WhatsApp. Также в описании идет их канал на YouTube, где вы можете посмотреть, чем они занимаются. И так же есть их Telegram канал. Таким образом, у вас есть все контакты для связи с ребятами. Списывайтесь, созванивайтесь, как вам удобно. Ставите им задачу, они вам делают расчет. И, соответственно, вы можете его заказать. Доставку осуществляют по всей стране и странам СНГ, если в вашем городе есть Боксбери. Если у вас встала потребность в покупке компьютера, обращайтесь к специалистам, которые действительно вам помогут подобрать ровно то, что нужно вам. Собрать под вас компьютер, а не втютюхать вам старую модель, потому что с нее получат больший бонус к зарплате, как это бывает в сетевых магазинах. Короче, все подробности у них напрямую. Обращайтесь смело. Команда Alex PC рада будет помочь вам в сборке компьютера под вас. Короче, ребята, вот так вот идет процесс строительный. Движуха пошла, буквально час работают, как говорится, профессионалы. Вот так вот, ребята, все старое. Вообще, все старое, все надоело. Хочется все свеженькое, новенькое, поэтому будем делать. Вся мебель, которая была от предыдущих жильцов, продал одним днем. Люди приехали, сами все забрали. Вот эти перегородки, старую раковину, шкафчик в ванной. Вот этот встраиваемый остров разобрали, продали. Кухню продали. Короче, ребята, выручил еще хорошую сумму денег. Помните, как квартира выглядела, когда я ее покупал и делал вам на нее первый обзор? И как она выглядит сейчас, ребята? Процесс идет в самом разгаре. Сегодня второй день. Буквально за один день мы вынесли все вещи. Значит, смотрите. Здесь очень много полезной и тонкой информации. Квартира была с неузаконенной перепланировкой. И в этом есть свои минусы. Потому что, допустим, вы покупаете себе квартиру, вас все устраивает. Стоит вам начать вешать картину на стену, долбить перфоратором. Кто-то из ваших жильцов может подумать, что вы ломаете стену. Написать на вас кляузу в МОЗ жилинспекцию. И, соответственно, придут к вам ребята и скажут, а покажите, что у вас внутри. И они обязаны зайти к вам в квартиру. Вы можете их сперва не пустить, но суть до дела, они зайдут к вам в квартиру. И когда они увидят вашу неузаконенную перепланировку, то первым делом вам скажут. У вас есть два варианта. Первый это узаконить. И второй вариант это возводить в рамках, как это было сделано изначально. И вот здесь бывают тонкости. Некоторые люди, которые делают перепланировки, они подходят под узаконивание. Вам не нужно будет ничего переделывать. Вы просто нанимаете себе команду, которая за вас все это сделает. Либо же хотите, попробуйте сами. Санузел. Я не знал об этом изначально, что он был так сделан. Мы зашли, есть ванна. Вроде бы все круто. Но буквально через неделю мы заметили, что ванна какая-то маленькая. Вот ванна была полуторка. Вы сами посмотрите, у меня корыто. Просто маленькая корыто. Хотя, когда я пришел сначала, думаю, ну ванна и ванна. А сейчас смотрю на меня, думаю, да уж. В ней только вот ребенку и купаться. Приезжает человек и говорит, а больше вы сюда технически поставить не сможете. Вам в любом случае что-то нужно будет долбить. А для нас ванна в этот раз была ключевой. Ребенок маленький, его нужно где-то мыть. Выяснилось, что первый владелец этой квартиры сделал следующее. Вот эту стену он утопил туда. Точно так же было у них все сломано. А вот эту стену он вынес в зону жилую. Таким образом, комната стала чуть меньше, ванна стала чуть шире. Для чего? Для того, чтобы чуть больше стало места в коридоре. По факту получается так, что пользоваться ванной было дико некомфортно. Помыться полноценно ты не можешь. Теперь у меня будет полноценная ванна, в которую я смогу зайти и нормально помыться. Визуализация, конечно же, есть. Мы работаем с дизайнером Алиной. Контакты я выведу на экран. Мы с ней делали уже балкон. Просто чуть позже я вам в следующей серии покажу, что у нас как будет. Так как мы сейчас местами согласовываем цвета. Но и так же в этом сюжете я вам покажу грязную картинку из того, как будет выглядеть новая квартира по планировке. Плюс, комната станет чуть больше. Вот здесь вопрос к вам. Наверняка среди вас смотрят этот ролик какие-то дизайнеры. Мы пока что не понимаем, как правильно нам комнату наполнить под ребенка. У нас первый ребенок. И мы хотим сделать так, чтобы все пространство было грамотно заполнено. Кроватка, полочки, шкафчики, рабочая зона, игровая зона. Чтобы ребенок мог спокойно расти, рисовать, заниматься своими делами, играться и так далее. Вещи можно было его хранить. Поэтому если вы шарите, вы соображаете, предложите ваши варианты. Потому что грамотная расстановка мебели это всегда круто. Ведь каждое пространство, каждый сантиметр в таких квартирах он на вес золота. Когда речь заходит о строительстве, ремонте, всегда возникает много спорных вопросов. Одни говорят, а зачем на площадь, например, 50 квадратов вкладывать 2 миллиона рублей, когда можно вложить 600 тысяч рублей. Зачем покупать кухню за 400 тысяч рублей, когда можно найти кухню за 150 тысяч рублей. И на той готовишь, и на той готовишь. Сама она за такие деньги готовить не будет. Я отвечу, каждый подбирает все под себя, под свои нужды, под свой комфорт. Можно взять два автомобиля, Lada Granta за миллион и BMW 5 серии за 5 миллионов. И та, и та едет, и та одинаково стоит в пробках. Но в одной комфортнее, а в другой дискомфортнее. Именно поэтому я под себя выбираю наиболее оптимальный вариант, что я хочу увидеть в своей квартире. Я никому не навязываю свое мнение, не говорю, делайте себе так же. Я лишь с вами делюсь в открытую, что я хочу сделать и как я это буду делать. Я не тороплюсь и не бегу вперед, чтобы сделать ремонт за 3, 5, 10 миллионов рублей. Нет, конечно, желания, такое же, как у всех, найти наиболее оптимальный вариант под себя по цене качества. Именно поэтому на некоторых материалах я экономить не буду. На чем-то я сэкономлю ровно для рациональности. Поэтому сейчас я вам это все буду показывать. У нас будет примерно 4 серии по квартире. Запланировано у нас все на 2 месяца ремонт. Некоторые писали, 2 месяца капитальный ремонт, это нереально. Когда работает один или два человека, возможно. Но у меня работает бригада профессионалов во главе с прорабом Славой, про которого я вам уже неоднократно рассказывал. Мы с ним делали балкон, ремонтик. Я видел, как работает он, как работают его ребята. Я остался дико доволен. И поэтому со всей ответственности вам буду его и рекомендовать, и рекламировать, и продвигать, и пиарить. В общем, как хотите. Слава вот такой человек. Далее мы с вами заходим во второй коридор. И тут же мы должны попадать на кухню, и дальше мы должны попадать в зал. Я не люблю вот эти планировки в старых домах, потому что небольшая кухня, она там порядка 10 квадратных метров. Большой зал, но он разделен стеной. Нам так не нравится. Мы любим, когда пространство одно большое открытое, потому что именно зал кухня. Здесь мы проводим 95% нашего времени. Значит, что мы будем здесь делать? Мы возведем дополнительно перегородки. Я вам выведу такой черновой макет, потому что сделали мы его по-быстрому, с точки зрения того, чтобы людям можно было объяснять, как и где у нас что будет. Сегодня мы уже будем распределять зоны, где что мы поднимаем. Вот таким образом у меня будет кухня. Мы заходим сюда. А вот здесь стена, которая должна быть по закону, мы сделаем ее в виде перегородки. Мобильной перегородки. То бишь можно открыть, и у тебя одно большое пространство. Я был дико удивлен, что изначально я думал, что если делать узаканивание, то нужно возводить именно стену. Но нет, перегородка там вот такая, она вполне подходит и заменяет стену. Это можно сделать. Мне уже в жилой инспекции подтвердили, что без проблем поднимаем, мы это примем, мы это узаконим. Таким образом, отказываться от газа точно так же не нужно. Изначально было вот так, потом сделал предыдущий собственник вот так, а теперь будет вот так. Друзья, скажите, хренью какой-то занимаетесь? Но на самом деле это очень важно, все вот эти детали. Обращаю внимание, что общей стены между залом и кухней не будет. Таким образом, пространства станет еще больше. Пожил, годика хватило для того, чтобы понять, где косяки были в этой квартире и что нужно исправлять. Вот покажи, пожалуйста, зону спальни. Вот это тоже очень интересный момент, потому что изначально, когда мы сюда пришли, здесь была перегородка, шло зонирование. И я этому был дико счастлив. Мне показалось, что это, о, как прикольно. Здесь можно спать, здесь есть дополнительная ниша, куда можно поставить. Хочешь шкаф какой-то, хочешь рабочее место. Но мне тогда многие из вас написали, те, кто уже с опытом, говорят, Дмитрий, ты здесь будешь задыхаться. Пространство не будет здесь полноценно циркулировать с воздухом. И таким образом, ночью спать будет дискомфортно. Поначалу мы этого не заметили, но в процессе жизни так оно все и оказалось. С одной стороны, на картинке выглядит прикольно. Вот ключевое слово подчеркнуть, прикольно. Но для практики жизни эта хрень полная. Поэтому мы вот эту стену сейчас тоже сломаем. И у нас просто будет идти одно большое пространство, где будет стать красивая кровать, прикроватные тумбы, розетки. Здесь мы что-то сделаем. Это будет рабочая зона, совмещенная со шкафчиком. Короче, все будет продумано от и до. Вы сами потом в дальнейшем все это дело увидите. Но я вам сразу хочу сказать, те, кто напишут некрасиво, друзья, здесь важно ни слово красиво-некрасиво. Мне нужна практичность, чтобы я мог лечь с женой отдыхать на кровать, чтобы ребенок мог лечь. И нам хватало воздуха. Вот это действительно важно. Эта стена, то, что она вот так вот сделана, она сжирает пространство сильно. А ее не будет. Будет там только перегородка одна идти, и все будет круто. Опять же, перегородки мобильные, при желании их можно будет просто-напросто снять. И то есть будет одна большая комната, большое пространство. Сейчас огромное количество решений, как это сделать технологично. Поэтому все сделаем, как говорится, в лучшем виде, как в домах Лондона. Приточки, которые мы ставили, вот такие вещи всем рекомендую. Просто реально нужно брать, потому что для квартиры в городе это прям вещь незаменимая. Далее, обратите внимание, потолок, он тоже здесь, как я сказал, сделан шумоизоляцией. Проводку мы, естественно, будем делать полностью новую. Для того, чтобы избежать потенциальную даже возможность того, что где-то что-то коротнуло. И что-то в дальнейшем пошло не так. Это важно. Барная стойка. Здесь стояла у меня барная стойка, за которой я записывал ролики. Многим нравилось, говорили, о, как прикольно выглядит. На жизни она показала себя просто отвратительно, потому что сидеть за ней невозможно. Троем за нее сесть невозможно. А вот обеденный стол, о нем я сейчас только мечтаю. У меня будет стоять красивый, хороший обеденный стол. У меня будут стоять обычные стулья, мягкие, с подлокотниками. Чтобы мы могли сесть всей семьей и хорошенечко отобедать свежеприготовленным борщом. Вот это для жизни круто, когда ты сидишь и питаешься правильно. А не то, что ты сидишь полукругом, как в баре. Это вот реально хрень. Хотя на картинке это выглядело все очень круто. Покупая квартиру, мы, конечно же, думали о том, что сделаем там капитальный ремонт. Но не торопились с этим по нескольким причинам. Первое. Денег не было вообще. То есть купили квартиру, оставались деньги на карманные расходы и все. Соответственно, я начал работать, трудиться, копить денежки на ремонт. И при этом с каждым месяцем проживания я замечал все больше и больше минусов в квартире. С точки зрения планировки и с точки зрения того, как обустроен был быт изначально первыми владельцами этой квартиры. Я мужчина. Я глава семьи как-никак. Но в этой квартире я никогда не чувствовал себя хозяином. Потому что я ни хрена не знал, что и как здесь сделано. Как здесь проведена проводка. Человек предыдущий, с ним уже контакта никакого нету, чтобы хотя бы увидеть черновые планы. Что они здесь сделали. Но сейчас, когда все будет готово, как это было в предыдущей квартире. Я всегда знал, где у меня идет, что у меня идет, как это сделано. И я с удовольствием это рассказывал людям, когда они покупали. И показывал пальцами, где какие закладные, что можно вешать, что нельзя, как было сделано. Это же круто. Мы же хотим знать то, чем мы владеем. Поэтому сейчас, когда все это будет заново возведено, я буду дико доволен. Балкон мы трогать не будем, потому что он готов. Мы специально его полностью закрыли. Ребята его не открывают вообще, так как, чтобы туда не попадала пыль. Окна панорамные мы оставляем. Сделаю акцент, что если посмотреть на сам дом поближе, выглядит он довольно-таки чмошно. Но проперданный бабкин дом. Вторичка. Но в этом году нам делают капитальный ремонт. Соответственно, дом полностью покрасят, освежат, обшивают все балконы, меняют кровлю, меняют все стояки, меняют все трубы в подвалах. Таким образом, к октябрю-ноябрю домик должен заиграть свежими красками. Я задаю вопрос. А что будет, к примеру, если я не хочу менять стояк? Ну, представьте, вы живете в доме, вам приходят, говорят, давайте стояки менять. Если вы отказались от этого, а вы на это имеете полное право, то может получиться следующая ситуация. Не дай бог, у вас что-то прорвало, и вы затопили соседей, вот тогда уже вы будете виноваты. Если же стояки у вас поменены, и где-то что-то уж пошла утечка, тогда все вопросы к тем, кто делал, они на свои работы, как сказали, дают 5 лет гарантию. Поэтому это тоже важно, нужно это все учитывать. Давайте еще поговорим про ликвидность объекта после ремонта. Потому что многие считают, что это хрень, это пустая трата денег. Ведь если я захочу продавать квартиру, потенциальный покупатель этого не оценит. И он будет просить за эту квартиру ровно столько же, сколько стоит другая, но убитая, без ремонта. Вот здесь, ребята, вы ошибаетесь на все 100%. Моя однокомнатная квартира с хорошим ремонтом отлетела вот так. Почему? Приходят люди, которые не хотят делать ремонт. Они приходят, они хотят занести свои вещи и начать жить. Флиппинг, ЖЭКа. Помните, мы снимали сюжет, где люди специально покупают убитые квартиры, делают в них ремонты, готовые под жизнь накидывают миллион-два и их продают успешно. Люди приходят, покупают их в ипотеку, потому что старый жилой фонд, все готово, инфраструктура понятна, ты заезжаешь и начинаешь жить. То же самое и здесь. Когда я захочу продать эту квартиру, люди, которые придут и увидят, что мы сделали и как мы это сделали, поверьте мне на слово, найдется всегда человек, который готов будет за это дело заплатить. Я это уже проходил. Просто некоторые начинают сравнивать с тюнингом автомобиля. Мол, вот BMW с каким-нибудь карбоновым капотом за 500-600 тысяч, да кому он нужен? Понятное дело, что когда это сделал первый собственник, у которого дохрена денег, и ты продаешь это вторым, третьим, четвертым собственникам и делаешь на это акцент, пятому собственнику это уже нафиг не надо. Он хочет просто машину, которая хотя бы будет ехать. А здесь мы говорим про жилье, поэтому нужно, как говорится, отделять мух от котлет. Ни в коем случае не хочу обидеть кого-то, но когда я покупал квартиру, вот эту смотрел объявление, сейчас я регулярно лазю, смотрю все время квартиры, ну просто мне это даже вот интересно. Кто-то заходит на вторую машину полистать, я вот захожу, недвижку посмотреть, чтобы понимать, что где стоит. И люди же сами выкладывают объявления с фотографиями. Откровенно скажу, люди некоторые живут в таком говне, в таких гадюшниках. Думаешь, слушай, ты выставляешь хату на продажу, ну сделай ты хотя бы уборку, хоть какую-то для фотографий. Смотришь на некоторые квартиры, 20 миллионов рублей просит, просто как посмотришь, даже идти на осмотр туда не хочется. Просто отношение к своему личному быту очень странное. Говоришь, хочу сделать ремонт, некоторые пишут, да зачем это надо, это пустая трата времени, денег, зачем, для чего, купи лучше что-то другое. А жить когда? Ну жить, когда хочется жить в уюте, что ты пришел, у тебя все сделано под тебя, ну новое, я уже это неоднократно сказал. Поэтому у людей у некоторых подход очень странный. А у некоторых действительно, да, есть шикарные квартиры, где люди и сами по себе чистенькие, и в квартире у них уютно, и все сделано на высшем уровне. Это сразу говорит о том, как минимум для меня, что у человека в первую очередь порядок в голове. Вот еще немножко про Славу. Как-то раз попался фейкомет в комментариях, который написал, что вот я обратился к Славе, а он мне ничего не сделал. Я написал человеку в ответ, что дайте ваш номер, давайте свяжемся, выясним. Связался со Славом, говорит, да такого вообще человека даже не было. То есть кто-то делает вброс, ему начинает накидывать лайки на комментарии, так, а это уже интересно, ага, попался. А на деле его подход и подход его команды, он вот такой. Я вам это говорю от чистого сердца, за работы, ребят, я плачу. Это не так, что мне все будут делать здесь бесплатно. Люди приходят, и они начинают работать. Никто не ходит тут с бутербродом и не подумает, не почесывая пузо. Ну это еще успеем, не торопись. Они знают, что деньги получат от объема. Вот есть поставленная задача. Чем быстрее ты ее выполнил, тем быстрее ты получил свои деньги. Но без нарушения технологических процессов. Торопить быстрее-быстрее, быстрее-быстрее мы не будем. Мы работаем исправно. Ну и, собственно, балкон они мне делали, я видел их подход, как они приходят на работу, как они занимаются, как они относятся к вещам. Это шикарно. Каждый раз после себя они убираются. Вот я вчера вечером заходил, здесь идеальная чистота была. Сегодня вот ломают, то есть собирают мусор, попозже приедет машина, будем мусор выкидывать. Поэтому в этом плане найти реально команду, которая будет делать вам ремонт, все вести за вас от и до, это нужно постараться. А вам стараться не нужно, потому что... Что? Потому что ссылочка и контакт на Славу в описании, но имейте в виду. Записывайтесь на сентябрь-октябрь, потому что лучшие специалисты работают на этом объекте. Значит, давайте посчитаем прямо сейчас с вами следующую калькуляцию. Все же любят все привязывать к доллару. Вот смотрите, на момент покупки квартира стоила 11 миллионов рублей. Значит, мы делим на 75, потому что тогда доллар был по 75 рублей в среднем. Это выходит 146 тысяч 666 долларов. Сегодня доллар торгуется примерно 60 рублей по биржевому курсу. Реально можно купить. Люди покупают, снимают, обналичивают. Это сделать можно, это факт. Сегодня квартира стоит примерно 14 миллионов, делим на 60, 233 тысячи в долларах. Это на предмет того, что если бы вдруг я имел желание свалить из страны, куда-то уехать, мог бы купить, поиметь зеленочку и, допустим, переезжать. Но у меня такой цели и задачи нет. Я остаюсь жить здесь, никуда я за границу переезжать не хочу. Попутешествовать это пожалуйста. Но в первую очередь я создаю себе уютное гнездышко. Это тоже, например, неправильно, потому что я могу сейчас перекрыть стояк всему подъезду. Это неправильно. Более того, ребенок будет играть, крутанул крайчик, все. Соответственно, мы все переварим и сделаем ровно так, как это должно быть с точки зрения надежности и грамотности. Вот батарея. Посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь секций. В Москве топят так, что этой батареей я даже не пользовался в минус 30. Иногда я ее включал, но тут же отключал, потому что комната быстро прогревается и здесь находиться просто невозможно. Каждые полчаса нужно открывать окно для того, чтобы проветрить. Иначе ты сидишь здесь, как в сауне. Задача простая. Поставить батарею меньше секции для того, чтобы она была максимально комфортной. Я знаю, что существуют различные регуляторы температуры, но раз делаем все новое, воткнем сюда новое. Что не будем менять? Вот, например, пол. В данном случае он, в принципе, подходит для того, чтобы его немножко доработать и продолжить с ним уже жизнь. Потому что мы сделаем новое напольное покрытие. Смысл в том, что на чем-то мы будем экономить, потому что в этом нет никакого смысла все сдирать и заново класть, если это подходит под наш ремонт. Там, где это нужно, мы, естественно, будем делать. Все стены мы заново перекрасим, подготовим. Таким образом, в этом плане все будет новенькое. Вот покажи, пожалуйста, потолок. Потолок по всей квартире сделан с шумоизоляцией. В этом плане круто. Местами Слава говорит, что-то мы будем оставлять, что-то мы переделаем. Ровно то, что нужно с точки зрения комфортной жизни. Ролик я записывал в пятницу, 15 июля, в 12 часов. Сейчас 16 июля, время 15.40. Смотрите, как изменилась картина за это время. Мусор практически весь вывезли. Ну, большую часть, скажем. Опять же, в чем крутость, когда ты работаешь с людьми прозрачно, когда ты к ним с уважением, а они к тебе с уважением. Слава мне говорит, часть мусора вывезут бесплатно, потому что там был металл, ванна. Какие-то еще прибамбасы, которые кому-то нужны, говорят, заберут так. Все. О, квартирочка. Пожалуйста. Процесс идет, люди работают. Опять же говорю, я сижу, монтирую видео. Я вышел, две минуты я на объекте. А то я думал, в центре буду жить. Лошара, блин. И точно так же я буду сотрудничать с кем-то из вас. Потому что уже написали люди. Один из менеджеров по продажам автомобилей ушел в свое старое ремесло, а именно натяжные потолки. И сейчас мы с ним определяемся с вариантом, какой потолок мы сделаем. Буду выбирать наиболее оптимальное качество для себя. Кто-то написал, что занимается напольными покрытиями, отделочными материалами. Мы где-то договариваемся, где-то мне сделают скидку, что-то я возьму бартером. Ребята, я ничего от вас скрывать не собираюсь. У меня всегда все в открытую. Я вам даже так скажу, что если вдруг где-то когда-то я вас обидел, я хочу просто от души извиниться. Потому что я бывает читаю комментарии, кому-то я не так сказал по телефону, еще что-то. Друзья, поверьте на слово, ни в коем случае никого из вас я не хочу ни обидеть, ни задеть. Если где-то есть реклама, я готов в открытую об этом сказать, что да, это мы сделали по рекламе. Ведь многие, кто задумываются о ремонте, начинают искать в интернете. Один обещает хорошую цену, потом этой цены нету, потом какие-то доплаты. Все хотят понимать четкую картину, стабильность. Что дай мне 100 тысяч рублей, я сделаю ровно то, что ты хочешь и не копейкой больше. Есть такое? Поэтому подпишитесь обязательно на канал, если вы этого еще не сделали. Ведь в этой серии роликов вы узнаете много полезной, действительно проверенной информации на личном опыте. Поначалу были глупые мысли из серии «Я хотел снять квартиру в центре Москвы». Думаю, блин, поживу в центре, поснимаю какой-то контент интересный. Ну, все-таки там архитектура интересная. А с другой стороны, ехать там 20-25 минут на метро до центра. А переезд туда, это был бы больший геморрой. Плата за квартиру была бы в 2, а то и в 3 раза выше. Сейчас я снимаю трехкомнатную квартиру в своем доме за 55 тысяч рублей в месяц плюс коммуналка. Ну, условно, 60 тысяч рублей. Ну, там 62, может быть, тысячи рублей в месяц. И контролировать. Вот, мы пришли спокойно, поднялись, порешали. Сегодня вечером приезжает проектировщик, который будет делать закладные, где мы должны что возводить. Пришел 2 минуты, ты здесь на объекте. Не нужно постоянно мотаться, тратить драгоценное время. Потому что мне еще и работать надо, так как денежку-то зарабатывать надо. По всей нашей стране огромное количество подобных квартир подобной площадью. Частенько вы пишите, пф, бздунька квартира. 28 квадратов мне писали бздунь, 52 квадрата мне писали бздунь. Сколько мне бздунь? 100? 150? Конечно, я бы хотел, чтобы у меня была отдельная открытая терраса, чтобы у меня был отдельный рабочий кабинет. Хотел бы, ребята, очень сильно это хотел бы. Но все это стоит денег. А покупать квартиру серии, продать эту, но купить за эти же деньги где-то в 100-150 км от Москвы, вот это я не очень хочу. Я хочу остаться жить здесь. Плюс ко всему я давно вам обещал полноценный сюжет, отзыв за 10 лет жизни в Москве. Буквально вот в мае исполнилось ровно 10 лет. Я его обязательно сделаю буквально вот одним из следующих роликов. Мы проедемся, покажем. Я вам расскажу все, как я вижу, быть здесь. А вы уже сможете поспорить, сказать согласны, не согласны. Потому что как показывает именно обратная связь, многим людям интересно это послушать и увидеть. Еще немножко плюсов, минусов, вторички. Конечно, можно говорить о том, что в доме может жить алкаш. В доме могут быть непонятные соседи, у которых уехала крыша. Потому что кто-то рассказывал, что в подъезде есть бабушка, которая по ночам любит долбить в потолок швабры. Такое тоже можно встретить. Точно таких же соседей можно встретить и в новостройке. Но у меня здесь дом с историей мне абсолютно понятный. Передо мной детский сад. Красивый вид, зелень. Я хожу по дому в шортах, никакой дом передо мной не построится. Это тоже круто. Приезжая в некоторые новостройки, ты ходишь по дому и видишь, как сосед напротив тебя тоже ходит. Дискомфортно. Мне понятна инфраструктура. От дома до дома в Кашире мне ехать 1 час. Реальное время 1 час, потому что в час пик в пробке я не выезжаю. Ребенка в школу, ребенку в детский сад, погулять с семьей, отправиться куда-то по своим делам. Мне здесь жить комфортно и мне здесь понятно. Буквально недавно мы приезжали в один новострой. Ходишь там премиум класс, все круто. Но такая долбежка. Рядом точно так же проходит железная дорога. Когда едет поезд, там шум просто невероятный. Трасса мощная идет. Хотя премиум класс, где квартиры стоят по 40, 50, 60 миллионов рублей. Но там внутри крутая планировка. Там большая площадь. Но ты отдаешь такие деньги и постоянно находишься в шуме. Ты выходишь во двор и ты не можешь спокойно поговорить. Там реально стоит гул. И такого много. Кто-то покупает квартиры в новостройках. Открываешь окно, а рядом где-то очистные сооружения. И нет-нет, да, в квартирочку может поддавать говнецом, откровенно говоря. Но бывает и такое, что люди всем довольны. Застройщик исправил все косяки. Где такая новостройка есть? Если вы знаете, напишите, приглашайте в гости. Обязательно бы приехали, бы сняли позитивный сюжет, где жильцы дома всем довольны. Но ключевое. Цена. Цена вопроса, ребята, вот про это нужно не забывать. И именно на ценах я делаю отдельный акцент. Потому что многим советовать в комментариях всегда очень легко. Надо было так, надо было сяк. Задача. Из двухкомнатной квартиры, 52 квадратных метра плюс балкон. Сделать уютное жилье для проживания семьи из трех человек плюс собаку. У ребенка будет отдельная комната. У нас с женой свое спальное место. И общая зона, где мы все вместе проводим наши вечера. И с вами я в открытую буду делиться всеми цифрами, сроками. И таким образом вы сможете моделировать под себя. Если вдруг вы захотите сделать подобный ремонт в своей квартире. В какую сумму вам он обойдется. Короче, друзья. Как говорится, начало положено. Хотелось, конечно, ногой так вот топнуть. Но сейчас поднимется такая пыль, что делать этого не нужно. Пишите ваше мнение в комментарии. Сегодня мы подводим черту. Следующая серия выйдет, я думаю, через 2-3 недели. Когда уже будет, что вам показать интересного. Я уже начну вести вам расчеты. Буду показывать, что, сколько тратим. Когда уже будет получаться такая полная реальная картина. Она и сейчас есть. Но я не буду забегать наперед. Уже у нас все работы рассчитаны. Что мы будем делать. Уже понимание есть. Но я оставлю это как изюминку на попозже. Я рад, что вы досмотрели ролик до конца. Не забывайте про шикарного спонсора. Который ждет вас по ссылочке в описании. Пишите. Давайте ваши советы. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал. Потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.